В Малом зале Сланцевского городского дома культуры состоялось расширенное заседание комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства и градостроительства Общественной палаты Сланцевского района и Клуба активистов МКД на тему привлечения населения к участию в программе формирования комфортной городской среды. Исполняющая обязанности главы администрации Сланцевского района Марина Чистова и специалисты администрации ответили на вопросы участников заседания, а также рассказали о ходе реализации программы «Комфортная городская среда» в Сланцах. На 2018 год в данный момент рассматривается около 10 дворовых территорий. Это Грибоедово, дом 15, Ленина 28, дробь 2, Чекалово 14, Кирово 13, Гагарина, дома 3 и 5, улица Ломоносово, дома 26, 28, 30, 32, 34, Маяковского, дома 11, 13, улица Свердлова, дом 31, Держинского, 32, Ломоносово, дом 25, Пионерский, дом 3, и улица Ломоносово, дом 27, и переулок Речной, дома 4, 6. Заявки от жителей принимались в течение месяца с 9 января по 9 февраля. За это время поступило 694 заявки, из которых 500 было подано в поддержку трех общественных территорий, подлежащих, по мнению жителей, благоустройству в первоочередном порядке. Это территория от улицы Зеленая до школы номер 6 и возле домов номер 11 и 13 по проспекту Молодежный, а также пространство у стадиона Химик в микрорайоне Лучки. 18 марта состоится рейтинговое голосование, где жителям нужно будет выбрать один из этих трех проектов, который будет реализован в 2018 году. Напомним, что в 2017 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на территории сланцевского городского поселения было благоустроено 18 территорий. Это 15 дворовых и 3 общественных. На эти работы было потрачено более 34 миллионов рублей. Из них почти 23 миллиона на ремонт дворов и более 11 миллионов ушли на общественные территории. 2017 год показал все плюсы и минусы. И я думаю, что те, которые минусы у нас были, я надеюсь на то, что и очень искренне верю, что в этом году мы исправим и уже не допустим. Потому что прошлый год это все-таки был первый шаг, это было очень быстро, это по времени было. У нас сейчас мы начали работать с начала года. И уже заявки есть, уже мы можем работать до 1 апреля, мы уже определяемся, да, что мы делаем. Дальше уже, сами понимаете, и аукционные процедуры, и все, что необходимо. Но у нас есть время для того, чтобы мы вышли и делали работы летом, а не зимой.